Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 15-15, уже время бежит апреля 2023 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Давайте мы поговорим сегодня о том, за что Украина так обожает Байдена, или история невмешательства Соединенных Штатов Америки в российско-украинские отношения. Давайте начнем рассказ с доисторических времен, а именно с Януковича и с событий, которые предшествовали его бегству из Украины. Янукович был законно избранный президент, выборы были международные, международно признанных выборок, и был президентом Украины, пока не произошел путь. Путь, значит, ну что такое путь? Путь – это насильственный захват власти. Из-за напряженной ситуации в стране, это была относительно выбора между Западом, российский путь или западный путь выбирать, и тому подобное, Янукович согласился провести выборы, скорее, чем нужно было по закону, чтобы заново выяснить у народа, собственно, кого они хотят видеть в угламе государства, а иными словами, какую внешнюю и внутреннюю политику из тех, что им выбирают, это они, значит, предлагают. Хотят ли они Европу или Россию? Кто-то хотел Россию, кто-то хотел Европу. В странах с демократическими традициями выборы состоялись бы, но в Украине, которая к этому моменту была серьезно расшатана группами влияния, вместо выборов произошел, как я уже сказал, военный вооруженный переворот. А путчи, как известно, сами по себе не возникают. Кто-то за них платит, и кто-то их крышует. Янукович был далеко не ангелом, но в последнее время ни в Европе, ни в США, ни в Канаде ангелы к власти, с моей точки зрения, не приходили. У каждого были недостатки, чаще, не менее, а в некоторых случаях даже более, чем у Януковича. Если, например, в США, в Канаде, в США, например, из Калифорнии, Массачусетса, приехало бы в Вашингтон полмиллиона вооруженных людей, и начали бы оккупировать ведомства, министерства, то многим бы в США это не понравилось. И уж никак мы бы не считали, значит, это законным. Нравится нам, не нравится, но не считали бы это законным. Вот если бы Янукович заявил, например, что он отменяет выборы и будет президентом пожизненно, можно было бы понять сентимент. Но Янукович предложил перевыборы. Еще один тест, мол, проверим, чего большинство хочет. Но эта идея кому-то не понравилась, и вместо выборов было организовано, так сказать, назовем своими словами, восстание. Раздражающий момент был в решении правительства, значит, принять большую российскую помощь, либо значительно меньшую и значительно более связывающую Украину по рукам и ногам помощь от Евросоюза. Можно спорить о том, насколько бы связала российская помощь, так сказать, по рукам и ногам, и еще там по голове Россию, но формально таких требований выставлено не было. Кстати, Россия еще и газ предоставляла по так называемым льготным ценам. То есть могла бы продавать дороже, а не давать вот некоторые скидки. Задачей США, внешней политики, глобальной внешней политики США, было оторвать в тот момент Украину от России. Замминистра иностранных дел наших по европейским делам, такая Виктория Нуланд, думаю, что фамилия тоже многим знакома, сообщила, например, сотрудникам Газдепа, что США потратили уже на тот момент 5 миллиардов долларов, чтобы создать у верхушки украинского общества желание оторваться от России и присоединиться к Западу, к Европейскому Союзу. Какая часть из этих денег пошла на вооружение отрядов, скажем, западноукраинских националистов и переброску их в Киев, организацию жилья и тому подобное, Нуланд, естественно, не сказал. Госдеп США на момент побега Януковича имел, опять же, по словам этой самой Нуланд, 65 различных так называемых общественных проектов в Украине, включая тренировку активистов, один бог знает, что там включено в эту тренировку, тренировку журналистов, вообще, так сказать, персонал, который будет освещать, там добывать сведения и тому подобное, а также организация политической структуры, которая могла бы заменить людей Януковича, министерства, ведомства и, так сказать, ну, скажем, так сказать, еще деньги, использованные, как я уже говорил, на расшатыванные системы, чтобы сменить лидера страны, на тот момент Януковича, Януковича, либо демократическим, либо насильственным способом. А поняв опасность ситуации, по договоренности с Евросоюзом, Янукович, как я уже сказал, передвинул выборы поближе и приказал полиции не трогать демонстрантов. Соответственно, если он договором никогда не знал, где ставить ударение, вообще с ударениями у меня всегда проблема, договор, договор, не нужно писать, мне столько раз уже это говорили, и каждый раз ошибаюсь. И вот он приказал полиции не трогать демонстрантов в соответствии с договоренностью, вот, заменил слово, а с Евросоюзом, но просчитался, недооценил обстановку, недооценил Нуланд, я думаю. США не в первый раз принимало участие в организации или помощи в переворотах. Каждый раз можно сказать, что лидер был очень плохой человек, но и Трюдо, и Картер, и Байден, но не очень хорошие люди, кстати, Байден совсем плохой. А Картер и Бжезинский, например, организовали переворот в Иране, и из европейского, открытого, образованного общества Иран стал именем нарицательным в мракобесии и фанатизме. В Гватемале мы сделали то же самое в 54-м году, в Чили в 73-м году, в Египте, в Гаити, вам даже два раза в Гаити делали. Да, значит, плохие идеи они отправили в этих странах, но большинство из них было выбрано народом. А мы в США вроде должны защищать демократию, если я не ошибаюсь. Во всех странах, о которых я говорю, то, что произошло после свержения законного правительства, было хуже для жителей страны, чем при тиранах, которых мы выкорчевывали. А во имя демократии, значит, и справедливости. В Украине то же самое. Значит, Виктория Нуланд, зам госсекретаря по европейским делам, как я уже говорил, оказалась совершенно случайно в Киеве во время Майдана и ходила, раздавала, значит, печенюшки и конфетки бастующим. Кстати, после Януковича не все оказалось таким замечательным, как бы украинцам хотелось. Я не знаю, это была политика Обамы или была разработана до него, еще у времена Буша. Нуланд, собственно, работала еще и у Буша, так что, может быть, оттуда ноги растут. Но в разгар Майдана Виктория позвонила послу США в Украине, это Джеффи Паят. Зэксер разговора, кстати, имеется в наличии. Можете прогуглить и тут же найдете. Значит, и два топа американских дипломата обсуждали, кого сажать в новое правительство, когда его будут ферберовать. Не обсуждали, кого может выдвинуть народ, там, или победители, а говорили о том, кого они посадят на главные должности в Киеве. Еще до того, Кенукович, кстати, бежал из Киева. Значит, Яценюх там упоминался, Кличко там упоминался, кого поставить куда, кто с кем будет работать, кто с кем не будет работать, у кого какие отношения. Это обсуждение было не тех, кто будет предлагать, а тех, кто решает, кому быть, а кому остаться за бортом. То есть, это было обсуждение спонсоров переворота. И никто по-другому это не понял во всем мире. Вот именно так все и поняли. В это время Байден отвечал от Соединенных Штатов Америки за связь с Украиной от Белого дома, официально назначенной президентом Обамы. Значит, сенатор МакКейн был совершенно с этой политикой согласен. Нуланд, которая тоже, так сказать, неокон, как у нас говорят. Есть консерваторы, а есть неоконы. Это как есть евреи верующие, а есть реформисты. Они верят в чуть-чуть, а в чуть-чуть не верят. То есть, я верю, что есть Бог, но не совсем. Вот. Так значит, Нуланд, как играющий тренер, руководила на месте. Зачем вообще все это вам рассказывать? Ну, во-первых, потому что для решения любой проблемы, а вам, господа, в Украине придется эти проблемы решать, надо знать факты и истории. Иначе решения не найти. Второе, украинцы должны понимать, что Байден, Обама и их люди приняли активное и непосредственное участие в раздувании конфликта. В отличие, скажем, от правления Трампа, а сейчас мне скажут, что ты трампист. Факты, чистые факты. В отличие от правления Трампа, когда ни он, ни кто другой на земном шаре не начал серьезные военные действия. Я сейчас не имею в виду плена Туци пошло на Муци. А действия к серьезной военной на шарике не начинались. Политика неоконов, Буша, Маккейна, Нуланд и так называемых псевдодемократов это Сандерс, это Пелоси, это Байден, это Обама, это Керри, это Клинтон, это Картер всегда ведет к крупным конфликтам, международным конфликтам и рекам крови. Всегда. Господа украинцы, откройте ваши глаза. Вроде глаза по-украински зерки. Но я могу оживаться, запорошенные, проплаченные деньгами Сороса и прочих пропагандой. И вы поймете, на базе вашей же истории, вот прямо вот сейчас, что Байден и Байдены сдадут вас столько раз, сколько им будет нужно. А будет нужно просто отвернуться от вас, как будто это не они дергали Украину за ниточки все последние 30 лет. Вот, значит, вам все кажется, что если кто-то говорит красивые слова, то он и душой светил, и Украину любит. Мы же слышали о такой пьеске. Называется «Король Лир». Старикашка на склоне жизни решил послушать, как у него трое дочерей, три дочери, как дочери его любят, и отдать им, значит, в соответствии с их интенсивностью их любви, по куску Англии. А в любви к отцу, я имею в виду, две старшие клялись, что они просто обожают его, вот умрут, если что-то с ним случится. Он их самый любимый человек, там не дети, не мужья, вот он самый любимый человек. Значит, умереть за него готовы, за что они получили по половине королевства. А младшая сказала, что любит отца и уважает его как дочь. Вот как дочь любит отца. Не больше и не меньше. И была с позором изгнана за пределы Англии. Ну, слава богу, вышла замуж за француза, вот за короля, кажется, то есть неплохо. Но, тем не менее, не дали ей ни куска Англии. Скоро выяснилось, что старшие болтали языком, чтобы произвести на отца впечатление. А младшая действительно любила и почитала отца, как отца. Не все золото, что блестит, как гласит народная пословица. Научитесь смотреть и видеть. А не судить по словам. Которые на самом деле просто слова. Вот как только вы научитесь разделять сказанное и сделанное, вы станете трампистами, как я. На этом все. До свидания. Продолжение следует...